Внедрение системы ОГАЗ выводило в качестве конкурента, по крайней мере номенклатура высшая, так полагала, техническую интеллигенцию на первый план в значительной степени. Это действительно было бы социалистическое планирование более высокого уровня, но номенклатуру это не устраивало. Это не устраивало и Запад. В 1964 году при Линдоне Джонсоне, при президенте США, была создана группа, которая должна была остановить Глушкова. И группа это сделала вывод, если к 70-му году Советский Союз реализует программу Глушкова, то все, Советский Союз уходит, просто оставляет Америку в офсайде. И началась кампания на Западе против Глушкова, но кампания направлена на то, чтобы напугать нашу номенклатуру. Газета Guardian выходит, карикатура Глушков хочет заменить политбюро перфокартой. У нас тоже будущий академик Арбатов в известиях написал, что все, что Глушков, но это очень интересно, но это в Америке уже было и эта мода прошла. То есть вот эту систему ее спустили на тормозах. Филимоненко в начале 67-го года специальная комиссия ЦК КПСС признала его результаты работы фантастическими, а через полгода все закрывается, у него отбирают техническую документацию и все это сворачивается. То же самое произошло с Челомеем. То есть номенклатура в своих шкурных интересах заблокировала вот это развитие. А дальше, если ты блокируешь развитие вперед, в то, что Стругацкие назвали полдень 22-го века, мир полдня, значит остается какой вариант? Остается вариант косыгинских реформ, которые на Западе называли либерманизацией, потому что их придумал экономист Либерман. Лечение проблем социализма с помощью рынка. Дело в том, что вот эти косыгинские реформы не создавали капиталистический рынок, они и пришли поэтому в тупик, но они оказались значительно более вредными вот в каком плане. Во-первых, директора накопили первоначальный капитал. Во-вторых, была внедрена в умы идея, согласно которой социализм можно развивать и модифицировать на несоциалистических рельсах. С помощью рынка. Отсюда уже был прямой путь Горбачевщины. То есть, если ты не выбираешь, бывает только три аттрактора. Вверх, вниз и плоскостной. Но дело в том, что плоскостной аттрактор не бывает долгим, он съезжает вниз. То есть, косыгинская реформа не решила наши проблемы, но она создала уже группу, у которой появились средства. Затем она создала видение, что социализм... Ведь в чем была идея Глушкова? Мы создаем кибернетическое социалистическое общество будущего. Действительно социализм... А эти говорили о том, да это все ерунда. Плановое хозяйство вообще изжило. Глушков говорит, плановое социалистическое хозяйство на кибернетической основе. А ему говорят, да нет, не плановое. Нужен рынок. Добавить к плановому хозяйству рынок нужно. И это было, безусловно, большим ударом.